Иногда слышат людей, которые не ходят в храм, хотя вроде и крещённые, такие слова. Вот если бы раньше, когда я был молодым, меня в храм тогда привели, научили, то, конечно, я бы стал жить по вере, в таинствах участвовать, на службах ходить, ну и вообще. Сейчас поздно в жизни что-то менять. Вздыхает и руками разводит. Конечно, это всё от нашего маловерия и скостенелости в грехах. Бог нас терпеливо ждёт всю нашу жизнь и готов принять в общение в любое время, лишь бы мы были готовы и хотели этого общения. Как мы знаем, званых много, мало избранных, и последние часто становятся первыми. По этому поводу расскажу историю. Когда был в Пафнутиемборовском монастыре, там у послушника Георгия, с которым мы разбирали старинные книги из монастырской библиотеки, случилась радость. Его дядя и тётя приняли решение в ближайшее время повенчаться. Дядя исполнилось 92 года, тётя 89. Простые советские учёные, жизнь отдавшие науке. 63 года в счастливом браке. В прошлом году дядя принял крещение и стал причащаться и молиться. Жена, как оказалось, внучка священника. Даже фото деда в рясе в семейном альбоме сохранилось. Теперь вот они решили повенчаться, чтобы по смерти вместе прийти ко Христу. И это очень хорошо. Вместе с Христом. Такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok